Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я понимаю, что это еще не все, что мы о вас сказали Вы в прошлом ведь следователь Да, я служил в военной прокуратуре Северного флота В должности следователя по особо важным делам И в том числе занимался расследованием происшествий с судами Ну вот сейчас по сообщениям в средствах массовой информации Как бы вы прокомментировали, как следователь с этой позиции Какие выводы ваши коллеги сейчас делают Вот арестован владелец лодочной станции, например Как вот развиваются события Прокомментируйте, пожалуйста Ну, во-первых, я хотел бы выразить искреннее соболезнование Семьям погибших, само собой Но о комментарии Знаете, не обладая всей полнотой информации И не видя материалов дела Я могу лишь предполагать строить версии Однако есть несколько очевидных вещей От которых сейчас уже не отмахнуться Ну, во-первых, судоводитель Он же судовладелец, как я понимаю Нарушил, ну, наверное, все мыслимые и немыслимые Правила плавания по внутренним водным путям России Так и называется этот документ Вот эти пальчики загибаются А сейчас, да Существует такой документ Правила плавания по внутренним водным путям России Утвержденный Минтрансом Российской Федерации И это отдельная проблема Поскольку большинство маломерных судоводителей То есть суда до 20 метров Неиспользуемые в коммерческих целях Считают, что на них это не распространяется Ну, Минтранс Мы под надзорной государственной инспекцией По маломерным судам МЧС России ГИМС И поэтому все ждут информации Это неверная позиция А нарушил следующее Ну, если я оперирую информацией Полученной из средств массовой информации И они достоверны То судно незарегистрированное Не могло выходить на акваторию Тем более на судовой ход Ну, то, что называется у моряков Фарватером У нас судовым ходом Судно не было, как я понял Оборудовано и оснащено Снабжено, флотское словечко Всеми средствами безопасности и спасения Жилеты те самые, да? Спасательные жилеты По информации, опять же, СМИ На судне не были включены Зажжены навигационные огни В темное время суток Поскольку информация о происшествии Поступила в 21.59 Это уже темное время суток Соответственно, это тоже нарушение Хотя оно не могло повлиять на безопасность В этой ситуации Но нарушение есть Далее, перегруз То есть превышение количества Разрешенного пассажиров на борту Судно рассчитано на 12 пассажиров Это проект Елань-12 Для понимания не все знают, что это Это плавдача Это два поплавка И павильон стеклянный Ну, пост управления Некие помещения для отдыха Камбус и так далее Но это плавдача Это не скоростное судно Не ледокол Это павильон на двух поплавках Оснащенный подвесным мотором Далее Теперь нарушение Ну, про алкоголь я даже не говорю Если это так То одного этого достаточно Для того, чтобы Безапелляционно Без обсуждения Признавать Господина Хахалева Виновным А вот эти вот нарушения О которых вы говорите Это что такое? Это беспечность? Это глупость? Или это злой умысел? Вы знаете? Ну, это же против здравого смысла Выходить в воду На воду И не брать с собой Спасательные жилеты И не включать огни Это запредельно Есть какие-то правила Которые не влияют На безопасность Поворотники, условно говоря Включать машину Это тоже надо делать Но это не так критично Как включать фары Например, ночью Виталий Значит, как юрист Буду отвечать Как звучит квалификация Нынешней Этого уголовного дела 263 статья УК Нарушение ТТТ По неосторожности Повлекшее Гибель Смерть Двух и более человек То есть он по неосторожности Не взял с собой Спасательные жилеты Изначально неосторожность Но Чуть-чуть углубляясь В теорию уголовного права Неосторожность Бывает двух видов Халатность И беспечность То есть Безразлично Относился к последствиям Либо умышленно Игнорировал Возможность наступления Последствий Я считаю, что здесь Умышленно игнорировал А это более тяжкая Форма Неосторожного преступления Пусть неосторожного Он то есть Совершил умышленные действия Нарушающие Некое законодательство В данном случае Жестко установленные нормы И это могло привести И он знал И должен был понимать Могло было привести К вредным Тяжким последствиям Но отнесся С пренебрежением Не Беспечно Ну знаете, так легко Ой, да Меня пронесет Нет Он отнесся К этому Умышленно Извините Отнесся К возможности Неосторожного Причинения вреда То есть Это очень Тяжкое Правонарушение Он погиб Он не будет Привлечен к уголовной Ответственности С одной стороны Сочувствую его семье Погиб человек С другой стороны Его оправдать нельзя Этого человека Поскольку я продолжу Перечень нарушений Тут начинаются Самые Важные моменты Первое Выход маломерных судов В темное время суток Запрещен Просто запрещен На Судовой ход То есть Что такое Судовой ход Для зрителей И для вас Если не знаете Это Та часть Акватории Водного объекта По которой движутся Преимущественно Коммерческие суда Сухогрузы Круизны И прочее Там достаточная глубина И там стоят Навигационные знаки Бакены И вот эта часть Она в принципе Не предназначена Для маломерных судов Но при определенных условиях Разрешается И пересекать И двигаться Вот Вышел в темное время суток Не имел права Видимость менее километра Не имел права Мы уже сказали Неоснащенная Незарегистрированная Пьяная Не имел права Пересекать судовой ход Прямо сказано В правилах плавания Маломерным судом Разрешено Только под прямым углом Но близким К прямому углом Быстро Однозначно Не создавая Препятствий Для других Немаломерных судов И как правило С кормы То есть Увидев это судно Он должен был Дождаться Когда оно пройдет И пройти с кормы Независимо от того Верил он В свои силы И мощь своего мотора Не верил Просто Это однозначное правило Я предлагаю Сейчас обратиться К нашим Целезрецелям Вот уважаемые друзья Наш эксперт Сейчас перечислил Ну целый комплекс Каких-то Вопиющих Возможных причин Мы обращаемся К вам с вопросом Вот как вы считаете Почему у нас Последнее время Так много Происшествий На воде В общем-то С печальным Трагическим исходом Кто отвечает За безопасность От кого Все это зависит Пожалуйста Делитесь Своими мнениями Присылайте смс Сообщение На наш смс Портал 3443 Первая буква Тр Или звоните Нам в прямой эфир Телефон Следственного комитета Не попытался Помешать Выходу катамарана В акваторию реки Он при чем Почему он арестован Значит Почему он арестован Ну во-первых По квалификации Здесь будет Другое Вероятнее всего Преступление Вменено В ответственность Это статья 263 Прим Ну то есть Точка 1 Опять же Для тех Кто не знает Как это выглядит То есть Нарушение Правил безопасности На объектах Транспортной Инфраструктур Вероятнее всего Я не могу Рассуждать Абсолютно Объективно Поскольку Не вижу материала А с чем Это связано Опять-таки Правила В данном случае Уже МЧС Изданный ГИМС МЧС Приказ 502 2005 года Это Правила Пользования Маломерными Судами Последний раздел У меня даже Есть Цитата Но я попробую Так ее Озвучить Значит Обязанности Должностных Лиц Место Базирования Маломерных Судов Лодочная Станция Окрестили уже Лодочником В соцсетях Этого человека Ну Наверное Так проще Так вот На лодочной Станции В данном Случе То есть В месте Базирования На лодочной Станции По этому Нормативу Должно было Быть Организовано Две вещи Первая Контроль За выходом Маломерного Судна И второй Допуск Маломерного Судна К выходу Ну это Немножко Разное Понятие Я их свалю В кучу У нас не так Много Времени Что Вход Вот допуск Я хочу Понять Что это Такое Простите Это Как выход На рейс У пилотов У водителей Общественного Транспорта Тебя проверяют На наличие Алкоголя В крови Давление В норме Не в норме Есть ли у тебя Спасательный Билет И аптечка При себе Вот так Именно так Но Есть Огромного Размера Но Да Правила Говорят Должностные Лица Места Базирования Не имеют Права Выпустить С места Базирования Маломерное Судно Начну С конца С пьяным Судоводителем Не оборудованное Средствами Спасения Самый главный Вопрос Как это Должно Выглядеть Вот вы Как человек Который Это делал Расскажите Как это Должно Вот я Условно Говорю У меня есть Лодка Я вот Прихожу Сажусь В эту Лодку И что Тот На причале Должен Скаж Стой Погоди Они выпил Это И вот так Вот сейчас Я еще Два Пункта Также не имеют Права И не выпускать Если судоводитель Не имеет Удостоверения Судоводителя Маломерного Судна Соответствующей Категории Не гидроцикл А в данном Случае Внутренние Пути Внутренние Водные Пути И моторная Лодка Катер А теперь Вам Виталий Ответ Никак Парадоксально Вот Мне Искренно При том Что я Вначале Представился Следователь Человек Закона Мне искренно Жаль Этого Человека Я посетил Яхт-клубов Лодочных станций Марин По всему миру И по России Особенно Несчетное Количество Несчетное Ни разу Нет Вру Один раз Один раз В Кимрах Мне подсунули Журнал В котором Я как и положено По правилам Зарегистрировал Выход Своего судна И не важно Что я не базируюсь Там по договору Базирования лодки А просто зашел На гостевую На гостевой Причал Постоял Но выходя Ко мне подошел Кстати Бывший Офицер Северного флота Который там живет И обеспечивает Эту безопасность Я расписался Единственный раз Из нескольких сотен Посещенных мной На моем катере Марина Потому что Не дали Этим Должностным лицам Не дали Говорю в общем Потому что Это должно быть И правительство И Минтранс И МЧС Многие То есть Эту безопасность Возложили А механизм Не дали Ну представьте себе Ситуацию Лодка 59-футовая Азимут Стоимостью Несколько миллионов Или десятков миллионов Владелец И судоводитель К нему подойдет Вот этот вот Несчастный Капитан Порта И скажет Да вы не вдохнете Или в трубочку Ну ответ очевиден Да То есть Он будет Отправлен По известному адресу И Ничего не произойдет У нас есть звонок От нашей телезрительницы Из Калужской области Ее зовут Елена Давайте побеседуем Елена здравствуйте Вы в прямом эфире Здравствуйте Елена Добрый вечер Добрый вечер Окшана Добрый вечер Ваш гость Добрый вечер Да Вопрос такой Вашему гостю Ну и Оксана И вам Вы спросили Почему Такое у нас происходит Да А вот Какие были Изучены уроки Из того Из той трагедии Когда утонули На озере дети Кто-то понес Серьезное наказание Это речь о Прошлогоднем Событие Когда так Аштахов Пошутил И его хорошо Перевели Устроили А вот Кто-то понесет Наказание Серьезно Серьезно Ответственное За зимнюю вишню Ну Елена А кто по-вашему Должен Понести наказание В этой ситуации Если тут Вина возложена Уже на погибшего Человека Подождите Почему Вот перед этим У вас была программа Посвященная Посвященная Я волнуюсь Наверное Говорит Последний раз В эфире О повышении возраста Там Смирнов Доктор Экономических наук Он говорил Слава Богу Что это не социализм Что у нас не коммунизм За 90 лет Существования Артека Я была там Три раза Я не дочка Подтагинуса Я не дочка Я просто дочка Рабочего Я там была Три раза Не было никогда Никакого Нечастного случая Елена Спасибо большое Речь Видимо Идет Все-таки О каких-то Системных Выводах Я так Думаю Что наша Телезрительница Это имела в виду Вот Целый ряд Каких-то чудовищных Происшествий Гибнут взрослые Гибнут дети А вы говорите Что до сих пор Не принимают Под запись Регистрацию Твоего выхода Как так А это Есть системные Выводы Значит Да Систем Согласен С вами И без улыбки 16-й год Сиамозера 14 погибших Или 13 Извините Если путаюсь 18 июня Это происшествие 11 июня Далее То о чем Говорила Телезрительница Гибель детей Которые В 50 метрах Утонули От берега С собственными Отцами 14 июня 17-го года 16-й 17-го 18-го Это действительно Стало Жуткой Ужасающей Просто удручающей Системой А выводы Я не близок С сотрудниками ГИМС МЧС Но как Поднадзорный Ему Этому ведомству Судоводитель Я не вижу Существенных Изменений Меня Все так же На воде Останавливают С одной целью Проверить наличие Документов И проверить На алкоголь Но Не в своем Яхт-клубе В котором я базируюсь В Тверской области Не где-то еще Я не видел Не застал Ни разу Чтобы пришел Инспектор МЧС И собрал Судоводителей И имеет право Потребовать Присутствие Знаете У охотников Такое Они ходят На отстрел Обязательный Каждый Я сам владелец оружия Каждые пять лет Я сдаю Квалификационный Экзамен Проверку Правил Знания Правил Безоход У нас Маломерные суда Это нечто Несуществующее И даже Существование Извините Это накипело Огромной И очень полезной Программы Государственного Развития Внутреннего Туризма В том числе И водного Нам не уделяется Почти никакого Внимания Михаил Федорович Можно я Вот даже Добавлю Тоже накипело После перечисленных Ваших причин Такое ощущение Что в движении На воде Полнейший бардак Ну простите Но как это Судно вышло Без регистрации Не было Спас-жилетов Не было Навигационных огней Он был еще И простите Под этим делом Вышел В темное время суток Там вообще Правила есть Люди Они знают Когда они Выходят Еще и С пассажирами На борту Как так Вот ощущение Что полный бардак Я вам скажу Больше того До примерно 2015 года Самой расхожей фразой Было Почем брал Права Маломерного Судоводителя Ну это же По-моему Само за себя Говорит Почем брал Никто не интересовался Сдавал Или покупал Почем брал Сразу спрашивали Почем брал Вот Правила есть Я Пропагандирую Соблюдение их Кроме меня У меня существует Еще несколько Увлеченных Ну Не знаю Стоит ли об этом Говорить в эфире У меня существует И видеоблог И там Определенные В социальных сетях Аккаунты Где я постоянно Говорю о безопасности Вот И второй Кого такого знаю Это Антон Денисов Из Санкт-Петербурга Это вот Собственно Два человека Которые кричат Над нами смеются Нас тычут пальцем Это люди Которые Там вот считают Что правила Внутреннего Плавания По внутренним Водным путям Россия обязательно Для маломерных Надо мной Юристам Специалистам По И внутреннему Водному праву В том числе Смеются А с ним Самосохранение Не срабатывает У этих людей Как это можно Объяснить А те которые были С ним тоже были Под алкоголем Ну те которые были Вот в случае Волгоградском Они повлияли Ведь скорее всего Ни на что не могли Могли бы не выходить С ним в море В море В реку Это была компания Я не знаю Это вообще То ли как наемный капитан Покатать взялся То ли это была компания Друзей С судоводителем Скорее всего Компания Такие же Бесшабашные Ну вот скажите Вот вы с пьяным человеком Согласитесь Вот выйти На реку Я не соглашусь Я 15 лет не пью сам Простите Представьте себе Ну может быть люди Тоже были Несколько В не совсем адекватном Состоянии В измененном состоянии Да Поэтому Ну Виталий Это такие вопросы Конечно Кто-то согласится Кто-то не согласится К сожалению Вот трагедия произошла Мы благодарим нашего гостя Который нам сегодня Помог с комментариями И помог разобраться В ситуации Трагической В Волгограде В студии программы Отражения Был Михаил Федорович Кулик Юрист Специалист в области Правого регулирования судоходства Судоводитель Маломерного судна А также в прошлом Следователь Особо важный Спасибо большое Спасибо вам большое Мы, уважаемые друзья С вами не прощаемся Программа Отражения Вернется к вам Через несколько минут Да Очень-очень скоро Рано Большая страна Это в первую очередь Люди Болезни Вопреки Родоначальник Астраханского краеведения Александр Марков Удивляет современников Уникальные раскопки В Пермском крае Автор и руководитель проекта Трагантериевый слон И все-все-все Ирина Чернева Новый ученик в классе Как и шустрого Любопытного мальчишки Воспитать Изобретателя робототехника Программа Большая страна Сегодня На общественном Телевидение России Поэт и романтик Да, я поэт В лихие девяностые Я не курю Тебя ж закуришь Самое время Почувствовать вкус жизни Саша Что? Я плохо Нет Мне хорошо Может чайку, Сергей? Да не чай мне надо Денег Денег? А сколько? Десять тысяч Все в мире меняется Я тоже И слава Богу Что вы хотите Этим сказать, Александр Сергеевич? Сергей Маковецкий В криминальной мелодраме Владимира Петиненко Макаров В субботу На общественном Телевидении России Это программа Да, мы вернулись Уважаемые друзья Это программа Отражение Прямой эфир На общественном Телевидении России В студии с вами Виталий Блещин И Оксана Галькевич У нас впереди Еще много Интересных тем Целых Сколько? Четыре? О русском языке Раз Личное мнение Два И большая тема Про топливо Три Но большая Это за две Но большая Так что, уважаемые друзья С нами будет интересно Оставайтесь С программой Отражение Мы так вот с Оксаной Немножко пошутили А сейчас Тимур Разбахтин С несерьезными новостями Шутить я, коллеги Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok